Телеканал КРТ представляет Пока Восточную Европу и Ближний Восток лихорадило в протестах, терпеливые китайцы, что называется, подавали блюдо мести холодным. Ну подумаешь, собирал деньги во враждебных государствах на пропаганду новых антикитайских санкций. Подумаешь, выбрал девизом, лозунг в духе «Так не доставайся же ты никому», стараясь максимально ухудшить жизнь своих сограждан. Да что вы вообще понимаете? Ведь главное-то – свобода. Не перестают радовать новостями из США. Порой серьезными, а порой нелепыми. Это фальшивые новости от неудачников из Нью-Йорк Таймс и СНН, имеющих плохие рейтинги. Странная штука получается. Переговоры с талибами о выводе войск ведут американцы, освобождение талибов и начало межавганского диалога как повода для вывода войск требуют американцы, а виновата все равно Россия. Удобная штука эти стереотипы времен Холодной войны. Как ни крути. Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире «Международная панорама» и я, ее ведущий Данил Богатырев. Как и ожидалось, в Беларуси на этой неделе была предпринята попытка организовать Майдан. Поводом стали президентские выборы, прошедшие 9 августа. Как и прогнозировало большинство экспертов, неожиданности на них не произошло. Согласно объявленным ЦИК Беларуси итогом волеизъявления, за действующего президента Александра Лукашенко проголосовали 80,09 избирателей. А за его основного конкурента от оппозиции Светлану Тихановскую – 10,09%. Это при явке 84,2%. Однако, вполне прогнозируемо, Светлана Тихановская поражение не признала. Более того, ее штаб выдвинул заведомо неправдоподобную версию о том, что за нее якобы проголосовали от 70 до 90% избирателей. Подобные заявления ярко демонстрировали то, что цель Тихановской и ее кураторов – не победа на выборах, а разжигание уличных протестов с последующим переходом их в свержение власти Лукашенко. И протесты не заставили себя долго ждать. В ночь с 9 на 10 августа в нескольких городах страны начались протестные акции, в ходе которых митингующие вели себя агрессивно и даже пытались захватить органы исполнительной власти в отдельных городах на юге страны. Правоохранители применяли против участников протестов спецсредства, включая резиновые дубинки, слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Столь радикальных протестов Беларусь в своей новейшей истории еще не видела. Как сообщает информационное агентство Белта, в ночь с 9 на 10 августа в ходе акций протеста пострадали 39 силовиков и более 50 гражданских лиц. Всего правоохранителями было задержано около 3000 человек. Сами протестные акции проходили в соответствии с типичной для так называемых цветных революций второй волны методичкой. Координировались они по сетевому принципу через телеграм-каналы. Одним из таких ресурсов, круглосуточно нагнетающим протестную истерию, является администрируемый из Польши двумя беглыми белорусскими оппозиционерами канал «Некста». Его контент представляет собой смесь видео с протестов, преимущественно демонстрирующих применение силы правоохранителями против митингующих, и призывов выходить на улицу с целью свержения Лукашенко. По сообщениям СМИ, в первую ночь протестов белорусские власти пытались блокировать интернет в стране. Однако получалось это из рук вон плохо, так как каналы митингующих продолжали работу. По итогам первой ночи протестов Александр Лукашенко заявил, «Мы задержали организаторов, которые прятались по зауголью, бегали, около трех тысяч. Из них почти половина в Минске. Обкуренных, пьяных много, с наркотиками. Ужас! Из Польши, Великобритании и Чехии были звонки, управляли нашими, извините меня, овцами. Они не понимают, что делают, и ими начинают уже управлять». В одном Александр Григорьевич неправ. Управлять белорусскими протестами из-за рубежа начали не только что, а за пару месяцев до их активной фазы. Впрочем, по жесткой и уверенной реакции белорусских властей видно, что к такому сценарию они готовились. В ночь с 10 на 11 августа протесты продолжились и радикализировались до предела. На улице Притыцкого в Минске, где протестующие ранее начали возводить баррикады, в ОМОНовцев полетели коктейли Молотова. В других районах города участники протестов пытались таранить сотрудников правоохранительных органов автомобилями. Стражи правопорядка применяли водометы. В подавлении беспорядков был задействован спецназ. Приблизительно к середине ночи белорусским правоохранителям удалось зачистить все основные очаги протеста в столице и регионах. По официальной информации, в эту ночь один из протестующих погиб. Как сообщили в МВД Беларуси, он пытался бросить неустановленное взрывное устройство в сторону бойцов спецназа. Оно взорвалось у него в руке, человек скончался на месте. Несмотря на наличие первой жертвы, которая в подобных ситуациях, как правило, используется в качестве сакральной и стимулирует протесты, по итогам двух ночей подавления беспорядков действующие власти Беларуси одержали твердую победу. 10 августа Светлана Тихановская после визита в ЦИК уехала в неизвестном направлении, заявив о том, что приняла некое решение, а уже на следующий день объявилась в соседней Литве. Об этом сообщил глава МИД Литвы Линас Линкявичус в своем твиттере. 11 августа в сети появилось видеообращение Светланы Тихановской, в котором она отказалась от дальнейшей борьбы. Как заявила предводительница белорусской оппозиции, цитата, «Я думала, что вся эта компания меня сильно закалила и придала мне столько сил, что я выдержу все. Но, наверное, я так и осталась той слабой женщиной, которой была изначально. Я приняла очень тяжелое для себя решение. Это решение я приняла абсолютно самостоятельно. Я знаю, что многие меня поймут, многие меня осудят, а многие возненавидят. Но, знаете, не дай бог оказаться перед таким выбором, перед которым оказалась я. Поэтому, люди, берегите себя, пожалуйста. Ни одна жизнь не стоит того, что сейчас происходит». Затем было опубликовано еще одно видео, в котором Тихановская и вовсе призвала к благоразумию и уважению закона. По-видимому, оно было записано еще до выезда из Беларуси и являлось частью сделки с белорусскими властями по выходу Тихановской из игры без потерь путем отъезда в эмиграцию. Однако, как уже было сказано выше, за рубежом бывшая главная оппозиционерка от своих обязательств оставить политику не отказалась и полностью подтвердила их. Третья ночь протестов выглядела гораздо более вяло, чем первые две. Заметно было, что уличная активность идет на спад. Всего по состоянию на утро среды белорусскими правоохранителями было задержано около 5000 человек. Таким образом, на исходе третьего дня попытки свержения Лукашенко в Беларуси у его оппонентов нет лидера, стремительно снижается число полевых координаторов и есть все более возрастающие риски нарваться на максимально жесткий отпор силовиков, которые сохраняют полную лояльность президенту. Если так пойдет и дальше, Лукашенко несомненно удержится. Правда, во вторник протестующие прибегли к попытке организовать забастовки на заводах и кое-где им частично удалось это сделать. Частично бастуют от 10 до 12 предприятий. Массового паралича производства пока не наблюдается. Вероятно, при отсутствии лидера и аресте координаторов эти забастовки пойдут на спад. Несмотря на многие опасения, высказывавшиеся накануне выборов, основные международные партнеры Беларуси признали их итоги. В первые сутки после волеизъявления Лукашенко с победой поздравили председатель КНР Си Цзиньпин, президент России Владимир Путин, президент Турции Реджеп Эрдоган, а также ряд лидеров других стран Азии и постсоветского пространства. А вот в Европе и США вполне ожидаемо итогов волеизъявления не признали и начали грозить Беларуси санкциями. Так, премьер-министр Польши Матеуш Моровецкий предложил провести чрезвычайный саммит Европейского Совета в связи с применением силы на акциях протеста в Беларуси. В свою очередь, госсекретарь США Майкл Помпео назвал выборы в стране несвободными и несправедливыми, призвав белорусские власти освободить всех задержанных участников протестов. Недовольны действиями Лукашенко и в Берлине. Пресс-секретарь МИД Германии Кристофер Бургер в понедельник заявил о возможности возобновления ранее частично отмененных санкций против Беларуси. Резюмируя вышеизложенное, я полагаю, что Лукашенко удержится. Для этого у него есть мощная вертикаль власти, абсолютно лояльные силовики, готовность действовать решительно и государственная информационная монополия. К тому же, его переизбрание признали три крупные державы, так или иначе оппонирующие западному миру. И все же нынешняя ситуация в Беларуси вновь скрыла давнишнюю проблему уязвимости наиболее успешных постсоветских государств с авторитарной формой правления к попыткам дестабилизации изнутри в момент выборов или шире транзита власти. Где-то, как в Казахстане, эту проблему решают путем управляемого транзита под надзором национального лидера, ушедшего на должность главы госсовета. Где-то, как в Узбекистане, ее решают путем закулисных договоренностей в рамках правящего клана. Но все это ненадежно. Если в каждом потенциально угрожаемом случае пытаться изобретать велосипед, деструктивные силы внутри общества, поддержанные извне, рано или поздно найдут лазейку, возьмут власть и превратят сравнительно благополучную страну в разложившийся failed state. Как мне представляется, единственный способ избежать этого – институционализация правящих режимов. Что же касается прогнозов для Беларуси по итогам прошедших выборов и протестов, нам представляется очевидным, что окончательно испортив свои отношения с Западом, Лукашенко в ближайшее время вернется к более тесному взаимодействию с Москвой. Вероятно, сужение пространства для геополитического маневра белорусского лидера приведет к тому, что он в конечном итоге примет условия Кремля по более тесной интеграции в рамках союзного государства. Для Александра Лукашенко данный вариант развития событий сейчас выглядит куда меньшим злом, чем если бы он позволил себя свергнуть прозападной оппозиции. Впрочем, не стоит недооценивать батьку. На переговорах с Кремлем он еще попытается выторговать для своей страны экономические уступки в обмен на более тесный союз. Подробнее об этом поговорим с политологом, кандидатом философских наук Александрой Решмидиловой. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, Данил. Каковы ваши впечатления от событий, происходящих в Беларуси? Я полагаю спрашивать о том, удержится ли Лукашенко, но это уже глупо и очевидно. Но как будут дальше развиваться протестные события? Мы знаем, что было такое своеобразное белорусское ноу-хау, забастовка на заводах. Судя по всему, это было предпринято, потому что страна все-таки промышленно развита, эти заводы там есть в наличии, крупные коллективы и все сопутствующие вопросы. Ну вот, как по-вашему, удастся ли у протестующих эта затея? Получится ли организовать общенациональную забастовку или хотя бы забастовку в Минске, сколь бы то ни было значимую? Действительно, сейчас самый интересный момент – это перекинуться ли протестные настроения с ночных каких-то противостояний исключительно уже в плоскость страйка. Страйк разрешен и по законодательству, и понимаем, что это право работающих, и уволить их из-за этого не должны, потому что во многом белорусы, как ни парадоксально, но они очень законопослушны, очень, я бы даже в каких-то моментах смиренны, сказала бы так, поэтому многие опасались, да, и размышления стоит, не стоит, как раз будут ли они уволены, будут ли какие-то дальнейшие наказания, санкционная какая-то политика по отношению тех, кто протестует, будет ли стоить им это их бюджетных мест, потому что часто эти заводы не частные, не находятся в руках нам привычных олигархов, там другая система, в большинстве своем заводы принадлежат государству, поэтому здесь есть риски, конечно, связанные с дальнейшими доказаниями для самих работающих. Но попытка организовать вот такой глобальный национальный страйк, давайте понимать, что для почти 10-ти миллионной страны промышленный сектор, так же, как и аграрный, это ключевые направления. Мы же понимаем, что, допустим, если бы это была забастовка условно айтишников или, не знаю, там, работников кафе или еще чего-то, это выглядело бы не так заметно. А это как раз попытка ударить в больное место, чувствительное для Лукашенко, потому что это его базовый электорат. Не такой уж базовый, как силовики, потому что на них он делал ставку, на этих выборах серьезно. Меня интересует другое. Вот сейчас выдвинуто три, как бы, просьбы, три таких ультиматума, давайте так понимать, это признать Тихановскую президентом, это непосредственно провести выборы демократические без участия Лукашенко и непосредственно освободить политзаключенных. Насколько это вообще реальный сценарий и будут ли хоть какие-то пункты рассмотрены как реалистичные для переговорного процесса? Второй момент, с кем вести переговоры? Нет, но мы же понимаем, что эти требования выдвигаются просто для того, чтобы накалить обстановку. Конечно, конечно. С другой стороны, опять-таки, они заведомо невыполнимы. Давайте понимать, звучат еще предложения провести одновременно перевыборы и президента, и парламента. Хотя, напомню просто нашим зрителям, что выборы в Беларуси парламентские проходили в ноябре 2019 года, не так давно, поэтому условно, ну, вряд ли можно утверждать, что назрела потребность в перезапуске и парламента в том числе, особенно одновременная, да, то есть попытка сковырнуть всю власть одновременно, перезапустить. Мне кажется, что... Вот вы начали вопрос, удержится ли, да, или рассматриваем ли мы вероятность того, что не удержится. Лукашенко вопрос в другом. Каким будет этот срок уже батьки? Сможет ли он быть таким же, как предыдущие? Что будет меняться? В каком поле он вынужден будет искать какие-то компромиссы, диалоги? Как он будет гасить политический кризис? Потому что все равно мы понимаем, что то, что даже и происходит, оно, возможно, очень отличается от нашей специфики. Мы любим часто проводить параллели с Украиной, там по-своему все происходит, но какие-то все равно послабления, лайтовые моменты должны быть. Кто-то из моих коллег, вот мы часто эти вопросы обсуждаем, сходится во мнении, что, возможно, это будет какое-то движение в сторону патриотической риторики, возможно, но, опять, попытки такие у Лукашенко были неоднократно, они ничем хорошим не закончились. Его вряд ли будут воспринимать такой электор. А вот с моей точки зрения Александра как раз наоборот. На этом сроке президентском Лукашенко будет вынужден дрейфовать в сторону Москвы, потому что фактически западные государства на него ополчились, не признали выборы, открыто поддержали этот мятеж, открыто поддержали Тихановскую, которая, между прочим, сама отказалась уже от политических амбиций, сбежала в Литву и так далее. То есть с Западом у Лукашенко диалог уже разрушился. Вести диалог с какой-то внутренней, неадекватной оппозицией, ну, какие могут быть диалоги после того, как они вышли на улицу и начали фактически бунтовать. То есть их подавят и все. Дрейфовать в сторону Москвы куда уж больше. Все равно максимальная экономика, промышленность заточены все равно на российский рынок. Кто-то любит шутить, что Беларусь превращается, если не в область, то в округ, да, определенный. То есть интеграционные процессы, эти союзные государства, вот эти все сценарии, они никуда не деваются. И давайте понимать, все равно, что как бы не рассматривали варианты разных оппозиционных лидеров, не факт, что кто-то из них будет менее близок к Москве, нежели сейчас является Лукашенко. Еще хочется, на самом деле, дождаться все-таки финальных результатов, которые огласит ЦВК. Потому что все протесты, весь этот внутренний белорусский бунт начался до оглашения результатов. Да, есть государственный экзитпол, да, были первичные какие-то оглашенные результаты в Центральной избирательной комиссии. Да, мы понимаем, что она очень подконтрольна Лукашенко. Здесь нету каких-то внутренних оппозиционных настроек внутри самой ЦВК. Но результаты, финальные результаты, подсчет голосов, понятно, что они вряд ли поменяются. Но если бы была точка, а потом бунтовали, тогда можно было бы говорить. Тем более, все равно ряд государственных лидеров уже так или иначе поздравили Лукашенко, то есть начали признавать эти выборы. Поэтому определенные процессы, они были запущены. Можно бунтовать достаточно долго, можно увеличивать количество пострадавших, не дай бог даже жертв, усиливать эту конфронтацию. Но к чему это может привести? Это может привести только к еще большей высокой цене этих протестных настроений. Но пока мы видим, что сдаваться, бежать, Лукашенко не намерен. Как бы многим этого не хотелось или как они не ожидали таких сценариев, но явно это не тот случай. Ну что ж, мы будем следить за развитием ситуации. Спасибо вам за беседу, Александр. Неспокойно на этой неделе было и в столице Ливана, Бейруте. Правда, там протесты не обошлись для власти без потерь. Но обо всем по порядку. 7 августа в Бейруте начались массовые акции протеста. Поводом для них послужил недавний масштабный взрыв в городском порту и неподобающие, по мнению сторонников местной оппозиции, меры, принятые властями страны для преодоления последствий трагедии. Вот как характеризуют причины протеста корреспонденты The New York Times Бен Хаббард и Мона Эль-Наггар. Цитата. «Многие ливанцы сочли взрыв, потрясший столицу, разрушивший целые кварталы и убивший по меньшей мере 154 человека, лишь последним и наиболее опасным проявлением коррупции и халатности руководства страны». Интересно, что протесты не были стихийными. С самого начала их организацию взяла на себя местная оппозиция. Так, 8 августа лидер оппозиционной партии Катаиб Сами Жмаель призвал граждан Ливана прийти на массовую антиправительственную демонстрацию в субботу. На похоронах генерального секретаря Катаиб Назара Наджаряна, погибшего в результате взрыва в морском порту Бейрута, он заявил, цитата, «Мы уходим из законодательного органа, который стал фиговым листом для правительства, погрязшего в коррупции и преступной халатности. Мы переходим к эскалации протестов». В первый же день протестов их участники попытались захватить здание парламента страны, однако были оттеснены. На следующий день они ворвались в здание Министерства иностранных дел, Министерства окружающей среды и Министерства экономики Ливана. Согласно данным, опубликованным в твиттер-аккаунте Красного Креста, в ходе столкновений с правоохранителями в Бейруте 8 августа пострадали свыше 230 человек. Более 60 из них доставлены в больницы. Интересно, что накануне начала протестной активности в Ливане с визитом побывал президент Франции Эммануэль Макрон. Формально он прибыл, чтобы предложить помощь в устранении последствий разрушительного взрыва, однако на деле фактически выдвинул ливанскому руководству ультиматум. Макрон выдвинул следующие условия, которые ливанские власти должны выполнить для оказания финансовой помощи стране. Первое. Объявить Бейрут демилитаризованной зоной. Второе. Обеспечить полное разоружение всех офисов и отделов Хизбаллы в Бейруте и его пригородах. Третье. Передать международный аэропорт Бейрута совместному международному военному контингенту во главе с Германией. Четвертое. Разместить силы Унифил, то есть миротворческих сил он в Ливане, в Бейруте и Ливанских горах, а в прибрежных водах разместить группировку военных кораблей от Бейрута до южных границ страны. Пятое. Ликвидировать все ракетные войска и установки Хизбаллы на юге, а командные пункты Хизбаллы передать Юнифил. Шестое. Отправить в отставку парламент и правительство провести досрочные выборы с последующими выборами президента. Седьмое. Составить списки действующих сотрудников спецслужб с последующей их заменой вплоть до смены руководства структуры. Восьмое. В случае отказа местных властей в течение 10 дней продавить резолюцию Совбеза ООН с последующим поручением НАТО обеспечить безопасность в Ливане и выполнение вышеуказанных пунктов. То есть прибыв в небольшую ближневосточную страну через пару дней после взрыва, разрушившего большую часть ее портовой инфраструктуры, французский президент потребовал от ливанцев сдать свою независимость в обмен на помощь Парижа, а в случае неповиновения пригрозил резолюции ООН о введении в страну войск НАТО. К слову, угроза эта заведомо невыполнима, так как Китай и Россия точно наложили бы вето на такую резолюцию. Однако сам напор показателен. Как показательные требования протестующих, появившиеся сразу после визита и ультиматума Макрона. Так, 7 августа протестующие начали собирать подписи за возврат Ливана под французский протекторат и за первые сутки собрали более 50 тысяч подписей. А на следующий день митингующие ворвались в здание Министерства иностранных дел с плакатами, на которых были лозунги «Бейрут, демилитаризованный город» и «Столица революции». Как мы уже писали выше, демилитаризация столицы Ливана один из элементов французского ультиматума. Причины желания западных государств и ориентирующейся на них оппозиции внутри страны использовать недавний взрыв и его последствия для смены власти в Ливане кроются в том, какие силы руководят этой страной. Так называемый Кабинет Министров-технократов был сформирован 21 января текущего года и получил вотум доверия 11 февраля. Правительство премьера Хасана Диаба опиралось на поддержку парламентского большинства, которое возглавляет пропрезидентское свободное патриотическое движение и шиитский тандем Амаль-Хизбалла. Собственно, Хизбалла, являющаяся главным союзником Ирана в регионе и на протяжении долгих лет удерживающая влияние на Ливан, и является основным раздражителем для западных государств. Ее присутствие в правящих кругах страны позволяет реализовываться иранскому проекту шиитского моста, предполагающему сухопутный коридор из Ирана через Ирак, Сирию и Ливан к Средиземному морю. Кроме того, вплоть до последнего времени иранское и сирийское руководство, неугодное Западу, использовало ливанские банки для обхода жестких экономических санкций. Собственно, этот канал обхода санкций и был основным выдущим послевоенным восстановлением Сирии во главе с Башаром Асадом и его Алавитским кланом. В этой ситуации нетрудно догадаться, почему западные партнеры в лице Франции и ряда других держав, а также их союзники из числа местной оппозиции, воспользовались моментом глубочайшей фрустрации в ливанском обществе после разрушительного взрыва и решили ковать железо пока горячо. Тем более, что последние события наложились на застаревые экономические проблемы в стране. Напомним, в начале марта 2020 года премьер-министр Ливана объявил дефолт, когда страна оказалась не в состоянии оплатить задолженность на сумму более 1 миллиарда долларов. Ливанский фунт обесценился более чем в два раза, что повлекло за собой рост цен на продукты питания почти на 60%. Основными союзниками французов, саудитов и американцев в борьбе против проиранских сил в Ливане выступают местные партии Ливанские силы под руководством Самира Джаджаа, Прогрессивная социалистическая партия Валида Джумбулатта и движение Аль-Мустагбаль Саада Харири. 10 августа им удалось добиться своего. В этот день премьер-министр Ливана Хасан Диаб объявил об отставке Кабинета Технократов. В своем прощальном телеобращении к народу он сообщил, цитата, «Система коррупции оказалась сильнее ливанского государства. Мы не преследовали никаких личных амбиций, но те круги, которые находились у власти на протяжении 30 лет, развернули травлю правительства и настроили против него народ». Премьер пояснил, что своим шагом надеется открыть дверь внутриполитическому регулированию в Ливане. Учитывая то, что позиции проиранских сил в стране остаются сильны, дальнейшее развитие событий будет весьма интересным. Подробнее о политических процессах в Ливане поговорим с экспертом-международником Ильей Кусой. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте. Очень бурно развивались события в Ливане на прошлой неделе. И взрыв, и последующие протесты, отставка правительства, ультиматум Макрона. Вот можете ли вы описать нам в таких, может быть, крупных мазках, что там вообще происходит, какие заинтересованные силы, в том числе из-за рубежа, влияют на политическую обстановку в стране. Ну вот, помимо, понятно, того, что Иран там участвует, а вот с западок тоже участвует. Меня, например, очень удивило, что Франция в лице Эммануэля Макрона выдвинула такой ультиматум чуть ли не сдать полностью суверенитет и ввести иностранные войска, значит. Да, ну смотрите, я бы выделил так, чтобы было понятнее и как бы нам, и слушателям три таких трека, можно сказать, которые можно, чтобы легче проанализировать ситуацию в Ливане, то есть три ее главных таких процесса, которые идут параллельно, но, понятное дело, пересекаются. Процесс номер один это общий фон социально-экономический в Ливане, который, собственно, стал благодатной почвой для всего того, что мы сейчас видим. Ливан Ливан больше десяти лет на самом деле переживает острый экономический кризис, из которого никак не может выйти. Это долговая яма, это проблемы с дефицитом бюджета, это неэффективная экономическая модель, которая у них завязана на импорт всего, ну, большей части товаров, которые они вообще, которые они в основном закупают из-за границы. Это зависимость от внешних факторов, на которые они не влияют. То есть, в Ливане так все было построено, что они в основном зависят от цен на сырье на мировых рынках, денег зарабячан и, соответственно, от внешних и в Ливане внешних инвестиций, которые дают им иностранную валюту, за которую импортеры потом привозят все там товары, причем начиная от продовольствия, зерна, заканчивая товарами роскоши. Поэтому вот это все накрылось в какой-то момент из-за того, что начался кризис в регионе, начался кризис в мире, коронавирусная пандемия окончательно их добила, когда начали банкротиться предприятия малого бизнеса, микропредприятия и малый бизнес. И взрыв в порту это была уже такая кульминация всего, то есть конкретно которая подвела черту под экономические и финансовые трудности в Ливане, ударившие по 30-40 процентам населения точно. Это те, что сейчас считаются, что они подходят к черте бедности. Я уже не говорю про всех остальных. Второй трек это внутренняя политика. В Ливане сейчас, особенно после отставки правительства, начнется новый раунд переговоров по поводу того, кто же будет новым премьером, какие пройдут досрочные выборы, когда они пройдут, на основании какого закона, будет ли это старый закон или новый закон, если новый, то какой, на каких условиях, откажутся ли они от квотного принципа распределения власти, который был фундаментом политической системы в Ливане вот уже больше 70 лет, ну и так далее. Все эти вопросы, естественно, обостряют внутриполитическую конкуренцию между разными группами, разными партиями, фракциями, движениями, потому что все же имеют своих кандидатов, все же имеют свое мнение по поводу будущего Ливана, ну и, соответственно, это все перерастет в типичную для всех политическую борьбу. И третий трек это внешний, конечно же, Ливан всегда был и остается ареной противостояния различных внешних сил, как региональных, так и побольше. В частности, самыми активными я бы выделил это Штаты, ну сейчас это Соединенные Штаты, Франция, как бывшая метрополия, особенно при Эммануэле Макроне, потому что характерной особенностью внешней политики Макрона является как раз вот это возвращение былого величия Франции, возвращения Франции в большую ливантийскую политику, и что он и продемонстрировал сразу после взрыва в Бейруте, когда первым из мировых лидеров приехал, значит, вот это вся, вообще весь этот визит, кому интересно, там, посмотрите, видео, вот он весь был прям пропитан вот этими нотками ностальгии по французскому мандату. Штаты, Франция, Израиль, Саудовская Аравия, Иран, Китай, я бы здесь еще вспомнил соседнюю Сирию, хоть, ну, конечно, она сегодня не имеет тех возможностей, которые раньше, но, тем не менее, ну, никуда не делась, и Россия, которая в перспективе, в принципе, может использовать эту ситуацию в своих интересах, но это, конечно, все очень и очень зависит от тех людей, которые будут за это отвечать, поэтому я не знаю, насколько это для России выйдет, насколько они смогут воспользоваться ситуацией. То есть, вот это основные внешние игроки, которые сейчас тоже будут участвовать в этой гонке за Бейрут, в гонке за усиление своего влияния на фоне кризиса, взрыва в порту и вот этих перестановок в правительстве. Спасибо вам за беседу, Илья. А пока Восточную Европу и Ближний Восток лихорадило в протестах, терпеливые китайцы, что называется, подавали блюдо мести холодным. 10 августа в Гонконге по обвинению в нарушении закона о национальной безопасности, того самого, о котором мы рассказывали в одной из прошлых передач, задержали медиа-магната Джимми Лая, финансировавшего оппозиционное протестное движение. Вот как об этом сообщает западная пресса. Немецкая газета Decide. Полиция Гонконга арестовала ключевую фигуру демократического движения. Предпринимателя обвиняют в нарушении так называемого закона о безопасности. Журнал Forbes, США. Гонконгский магнат Джимми Лай был арестован в понедельник, в то время как офис его продемократической газеты Apple Daily подвергся налету полиции по обвинениям в том, что он вступил в сговор с иностранными силами. И, наконец, мое любимое. Газета The New York Times, США. Джимми Лай арестован в Гонконге. Свобода снова проиграла. Далее приводится цитата Лая. Я боялся, что однажды коммунистическая партия Китая устанет не только от свободной прессы Гонконга, но и от его свободных людей. Этот день настал. Вы можете спросить, зачем я уделил так много внимания освещению ареста оппозиционного медиамагната в западной прессе и привел столько цитат. А затем, что все вышеперечисленные неполживые и истинно демократические источники за патетической риторикой о борьбе за свободу забыли упомянуть одну маленькую, но очень важную деталь. Итак, слово предоставляется первоисточнику новости газете South China Morning Post. Цитата. Основатель компании Apple Daily Джимми Лай Чи Ин был арестован в соответствии с законом о национальной безопасности в рамках расследования деятельности онлайн-группы, которая просила иностранные страны ввести санкции в отношении Гонконга и получила более 1 миллиона гонконгских долларов 129 тысяч долларов США с зарубежных банковских счетов. Группа называется «Я хочу вам кау», что на кантонском языке означает «обнять и поджарить» и передает популярный лозунг протеста «Если мы сгорим, вы сгорите вместе с нами». Заметили разницу? Да-да, ни в одном из перечисленных западных источников ничего не говорится об иностранных деньгах, в получении которых подозреваются Лай и его подельники. Не говорится там и о том, что за эти деньги они собирались просить иностранные государства ввести санкции против своей собственной страны. В западной прессе об аресте Лая говорят только как об ущемлении свободы и демократии. Ну, подумаешь, собирал деньги во враждебных государствах на пропаганду новых антикитайских санкций. Подумаешь, выбрав девизом лозунг в духе «Так не доставайся же ты никому», стараясь максимально ухудшить жизнь своих сограждан. Да что вы вообще понимаете? Ведь главное-то свобода. Если вы хотели знать суть такого приема манипуляции общественным сознанием, как недоговаривать всей правды, то вот вам наглядный пример. Иностранные финансовые вливания Джимми Лай и его сообщники собирали под видом пожертвований. Их целью было собрать 1 миллион 750 тысяч долларов для создания фильмов и размещения печатных объявлений в британской и американской прессе, рассказывающих об ущемлении прав в Гонконге и призывающих ужесточить антикитайские санкции. Фактически арест Лая является закономерным элементом китайской кампании по стабилизации политической обстановки в Гонконге. С прошлого лета иностранные государства, такие как США, Британия и даже Германия, поощряли массовые антиправительственные выступления в регионе. Начавшись как протесты против выдачи с территории Гонконга совершивших уголовные преступления граждан тех стран, с которыми есть соглашение об экстрадиции у материкового Китая, протесты очень быстро переросли в сепаратистские выступления. Так называемые гонконгеры с каждым днем все более уверенно утверждали, что они якобы не китайцы, а отдельная нация. Осмелев, они начали даже нападать на выходцев из материкового Китая. Одного из таких граждан протестующие даже облили горючей смесью и прилюдно подожгли. Видео этого события в ноябре 2019 года облетело все мировые новостные агентства. Такие медиамагнаты, как Джим Милай, финансировали протесты и подстрекали к ним при помощи подконтрольных им СМИ. В основе подобных действий, конечно же, лежало вовсе не стремление к свободе и демократии, а экономический интерес. Но не хотели отдельные гонконгские хозяева жизни искать общий язык с представителями правящей в Китае коммунистической партии. Вот и подогревали протест. Западным странам это было на руку. С одной стороны, особо тратиться на организацию волнений не нужно, а с другой, в США была надежда на то, что китайцы жестко подавят протесты, и тогда повод для санкций будет железным. Ведь весь мир облетит картинка наподобие той, которую можно было увидеть на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. Но к разочарованию геополитических противников китайцы не стали топить протест в крови. Они поступили мудрее, дали протестным настроениям выдохнуться, а затем спокойно приняли закон, которым распространили юрисдикцию китайских правоохранительных органов на Гонконг и существенно сократили возможности для деятельности иностранных агентов влияния. Теперь вот плавно перешли к аресту главных зачинщиков протеста, а именно местных крупных капиталистов. Тем временем 10 августа информационное агентство Reuters сообщило, что Китай ввел санкции в отношении 11 граждан США, включая конгрессменов от Республиканской партии, в ответ на введение Вашингтоном санкций в отношении Гонконга и китайских чиновников, обвиняемых в ограничении политических свобод в бывшей британской колонии. Как заявил пресс-секретарь МИД Китая Жао Ли Джан, цитата, в ответ на неправильное поведение США, Китай решил наложить санкции на лиц, которые вопиюще вели себя по вопросам, связанным с Гонконгом. Резюмируя эту тему, можно сделать вывод о том, что пока США пытаются сколотить антикитайскую коалицию и вызывают дух холодной войны, истерично пытаясь оправдать свою дисфункцию в выполнении роли мирового жандарма происками коварных китайцев, в КНР методично укрепляют тылы и принимают адекватные меры в ответ на американские ограничения. Не перестают радовать новостями из США, порой серьезными, а порой нелепыми. Например, на прошлой неделе Дональда Трампа обвинили в желании увековечить свой образ Лера Шмор, где размещены Борельефы Джорджа Вашингтона, Томарса Джефферсона, Теодора Рузвельта и Авраама Линкольна. Об этом 8 августа написала газета The New York Times. Цитируем ее публикацию. В конце концов, президент сказал ей, подразумевается Кристин Ноем, губернатор штата Северная Дакота, где расположен монумент в овальном кабинете, что хочет, чтобы его изображение было выгравировано на памятнике. А в прошлом году сотрудник Белого дома обратился в офис губернатора с вопросом, каков процесс добавления дополнительных президентов на гору Рашмор. Очевидно, данная странная новость была нацелена на дискредитацию Трампа и содержала в себе идею о том, что он недостоин компании величайших президентов. Однако, Дональд Трамп полностью дезавуировал этот посыл, ответив на него в своей неповторимой ироничной манере. Вот, что он написал в Твиттере. Это фальшивые новости от неудачников из Нью-Йорк Таймс и СНН, имеющих плохие рейтинги. Никогда не предлагал этого, хотя, исходя из всего того, что было достигнуто за первые три с половиной года, возможно, больше, чем за любой другой президентский срок, идея мне нравится. Однако, заводной характер Трампа не всегда играет ему на пользу. Так, газета политику в субботу сообщила, что президент США обругал крупнейшего спонсора своей предвыборной кампании, 87-летнего предпринимателя Шелдона Адельсона, и теперь республиканцы обеспокоены возможными финансовыми последствиями этого поступка. Как значится в публикации издания, Адельсон позвонил Трампу, чтобы поговорить о законопроекте о помощи в преодолении коронавируса и об экономике. Но затем Трамп перевел разговор на предвыборную кампанию и спросил Адельсона о том, почему тот не делает больше, чтобы поддержать его переизбрание. Один из осведомленных источников политика рассказал, что президент понятия не имел, насколько ему помог Адельсон, который на протяжении многих лет жертвовал десятки миллионов долларов на поддержку Трампа. После этого Адельсон якобы бросил трубку. Как утверждает издание, после распространения информации о телефонном звонке официальные лица республиканской партии забеспокоились, что президент настроил против себя одного из крупнейших спонсоров в опасный момент своей кампании. Они поспешили загладить вину и примириться с Адельсоном, но, возможно, некий осадок все-таки остался. О неких проблемах в избирательной кампании Трампа на прошлой неделе заявил и знаменитый американский профессор Алан Лихтман, который с 1984 года восемь раз безошибочно определял победителя президентских выборов в США и ошибся только в 2000 году, когда выиграл республиканец Джордж Буш-младший, а не демократ Альберт Гор. На этот раз он предсказал победу Байдена. Как утверждает сам Лихтман, для определения победителя на выборах он использует собственную систему прогнозирования под названием «13 ключей к Белому дому». Задавая 13 вопросов, которые касаются экономики, социальных волнений, скандалов, занимаемой должности кандидата, а также его личной харизмы, профессор определяет вероятного победителя. К слову, в прошлый раз его прогноз оправдался. Вопреки заявлениям большинства политических обозревателей, в 2016 году президентом стал Дональд Трамп, а не Хиллари Клинтон, что и предсказывал Лихтман. Тем не менее, Трамп не теряет надежды на победу. 8 августа он заявил, что демократическая партия может победить на предстоящих выборах главы государства только путем массовых фальсификаций результатов голосования. Под попыткой фальсификации он имел в виду лоббируемое демократами решение об отмене в большинстве штатов требования предъявлять и проверять удостоверение личности для голосования. Как заявил Трамп, цитата, зачем им запрещать удостоверение личности избирателя во всех штатах и почему они хотят отменить требования проверки подписи на федеральных выборах? Кому нужен законопроект о запрете проверки подписи? Что все это значит? Вы знаете, о чем это? О мошенничестве. Вот чего они хотят. Мошенничество. Они хотят попытаться украсть эти выборы, потому что, откровенно говоря, это их единственный способ выиграть выборы. Однако, несмотря на оптимизм Трампа, в его кампании действительно присутствуют серьезные проблемы. На прошлой неделе появились сообщения о том, что рейтинг кандидата от Демократической партии США, бывшего вице-президента страны Джозефа Байдена, превышает рейтинг действующего американского президента Дональда Трампа в семи штатах, в которых последний уверенно победил на выборах 2016 года. Так, по данным опроса, проведенного агентством Associated Press, данные которого были опубликованы 3 августа, рейтинг Байдена в штате Мичиган составляет 49,3% против 41,5% у Трампа. Во Флориде 50% против 43,8%. В Пенсильвании 49,4% против 43,4%. В Висконсине 48% против 43,4%. В Аризоне 48,7% против 45%, в Северной Каролине 49,5% против 45%, и в Агайо 47% против 44,7%. В целом же, из 14 штатов с наибольшим числом выборщиков, а как мы помним, именно они решают исходы американских выборов, Трамп в данный момент лидирует только в трех. Такое положение вещей серьезный повод задуматься для американского президента и что-то поменять в своей предвыборной кампании. Рейтинги Трампа начали падать после того, как в американском обществе спал первый шок от эпидемии коронавируса. Основным достижением президента, стремящегося, согласно лозунгу его кампании «Сделать Америку снова великой», было создание за его президентский срок 9 миллионов новых рабочих мест. Многих американцев это действительно впечатляло. Однако эпидемия коронавируса и связанный с ней карантин повысили показатели безработицы в США до 26 миллионов безработных в апреле. В июле этот показатель снизился до 16 миллионов, но он все равно существенно выше до карантинного уровня. Собственно, именно это, а также удручающая статистика заражений коронавирусом в Соединенных Штатах и волна протестов движения Black Lives Matter и стали основными причинами падения рейтинга доверия Трампа. И все же шансы у действующего американского президента есть. Как следует из вышеупомянутых цифр, в большинстве ключевых для победы штатов отрыв Байдена от Трампа не превышает 8-9%, а в некоторых из них он и вовсе составляет пару процентов. Грамотное ведение кампании на протяжении следующей пары месяцев или выбрасывание в публичное пространство некого особенно сильного компромата на кандидата от демократов вполне может компенсировать отставание. Подробнее об этом поговорим с политологом директором Украинского института политики Русланом Бортником. Здравствуйте, Руслан. Приветствую, Данил. Вот на этой неделе появилась информация о том, что в 14 ключевых штатов, где самое большое количество выборщиков, Дональд Трамп из них побеждает только в трех, ну, по крайней мере, по данным социологии. В остальных побеждает Байден. Какие ваши впечатления от этой социологии? Что может поменяться до выборов? Ну, сам Трамп от этой социологии отмахнулся. Он сказал, что это такое, не стоит доверять этой социологии, у нас есть внутренняя социология, она дает абсолютно другой результат, а мы побеждаем. Я лично смотрел результаты Расмуса из еще нескольких американских компаний. Скажу так, что разрывы даже фиксируемые ими небольшие относительно. 6-8-9 процентов. В одном видел 11, но не доверяю этому исследованию. А с учетом того, что американская система выборов специфическая, президентов избирают не избиратели, а выборщики, то преимущество в рамках всей страны может привести к поражению в целом на выборах. Мы помним, что Клинтон на предыдущих выборах набрало больше Трампа. Кроме того, американская социология одна из самых слабых, наверное, социологий сегодня в развитых государствах. Она часто ошибается. И на предыдущих выборах резидента США, кстати, социологи все практически повально также давали преимущество Клинтон. Практически никто не давал победы Трампа, но победил в итоге Трамп. Поэтому пока что говорите о том, что какое-то есть такое ощутимое и явное преимущество у Байдена, думаю, что рано, хотя немножечко шансы, конечно, у Байдена в этой ситуации получше, нежели у Трампа. Но не стоит, кроме того, забывать разницу в избирателях, потому что электорат Трампа республиканцы всегда более мобилизирован, более солидаризирован и мотивирован. В отличие от электората демократов, достаточно распорошенного, разнослойного и немножечко хуже ходящего на выборы. Ну, тем не менее, мы видели, что рейтинг Трампа вот буквально просел в последние месяцы, до этого у него были гораздо лучшие шансы на победу. И, очевидно, повлиял на это и коронавирус, и увеличение количества безработных, и протесты недавние, которые вот до сих пор идут. А какие козыри есть у Трампа в рукаве? Что он может предложить избирателям, чтобы те вернулись к его поддержке? Возможно, это вывод войск из Афганистана, возможно, еще что-то? Трамп может стать главной политической жертвой коронавируса в мире. Потому что, напомню, что США не совсем адекватно и не вовремя реагировало на угрозу эпидемии. Потом реагировало уже поздно, и по многим параметрам США сегодня на первом месте в мире по распространению коронавируса. Кроме того, карантинные ограничения привели к тому, что привели к серьезному падению американской экономики. Мы видели во втором квартале более 30%. Беспрецедентное за всю историю измерений практически. Рост числа безработных, падение экономических показателей, непривычные для американцев, повлияли, безусловно, на массовые протесты, тоже движение Black Lives Matter. страна в какой-то момент оказалась далекой от того образа, который рисовал Трамп. То есть безработица, ухудшение экономических показателей и хаос во многих местах наступили. И, конечно, это нанесло очень серьезный удар по Трампу, по доверию к нему избирателю. Мы видим, что команда Трампа пытается перевести как бы стрелки, пытается обвинить всем Китай, который избран в качестве главного врага в рамках этой избирательной кампании, потому что Китай виновен с американской точки зрения и в эпидемии, и в экономическом кризисе, последующем эпидемией. Эта карта разыгрывается. Да, возможен вывод войск из Афганистана, возможно использование все же украинских папок Байдена, на финал кампании, все эти обвинения, которые звучат в сторону Байдена, на части способствования или участия в украинской коррупции, возможны новые программы Трампа, направленные на изоляцию США от внешних влияний, направленные на вывод возможно каких-то контингентов не только из Афганистана, но и из Европы частично будет произведен вывод контингента, в частности из Германии. Скорее всего Трамп попытается продолжить свою социально-экономическую и внешнюю политику, в том ключе, в котором она дала им победу на предыдущих президентских выборах. Я думаю, что ключевые козыри Трамп достанет наверное где-то в октябре политические козыри. Пока что мы видим такой срединный уровень кампании, когда все стороны еще пытаются занять более выгодную позицию перед финальной атакой. Спасибо вам за беседу, Руслан. Спасибо вам за нервы. Тем временем 10 августа афганское правительство согласилось освободить 400 пленных талибов, что, по словам американской прессы, открыло путь к прямым мирным переговорам с повстанческой группировкой, чтобы положить конец войне, которая длилась почти два десятилетия. Как сообщает информационное агентство CNN, Большой Совет Старейшин страны, который называется Лоя Джирга, в воскресенье принял резолюцию, призывающую освободить последнюю партию из примерно 5000 заключенных талибов, которых представители радикальной группировки потребовали освободить в качестве условия для присоединения к мирным переговорам. Президент Афганистана Ашраф Гани во время своего выступления на заседании Лоя Джирги заявил, что подпишет указ об освобождении заключенных. Как гласит резолюция Совета, Джирга одобряет освобождение 400 заключенных талибов, чтобы устранить препятствия на пути к началу мирных переговоров и остановить кровопролитие. Спецпредставитель США по вопросам афганского примирения Залмай Халилзад приветствовал решение Лоя Джирги об освобождении талибских заключенных. Как заявил американский дипломат, в ближайшие несколько дней мы ожидаем завершения процесса освобождения заключенных, затем поездки группы Исламской Республики в Доху и оттуда немедленного начала межафганских переговоров. Одобрительно прокомментировал предстоящие межафганские переговоры и генеральный секретарь НАТО Йенс Стоутенберг. По его словам, все стороны должны воспользоваться историческим моментом для установления мира. В прошлой передаче мы уже вскользь упоминали о том, что решение об освобождении 400 пленных талибов было результатом прямых переговоров, которые госсекретарь США Майкл Помпео провел с представителем Талибана Мулой Бородаром. Это обстоятельство, как и озвученное на прошлой неделе заявление министра обороны США Марка Эспера о том, что на момент американских президентских выборов в ноябре в Афганистане будет оставаться менее 5000 американских военных, сейчас их там 8600, свидетельствует о том, что истинная цель Трампа в этих переговорах вовсе не достижение межафганского мира. В условиях уже упомянутых нами проблем с рейтингом хозяину Белого дома срочно необходимы какие-то существенные достижения. И я говорю вовсе не об абстрактном мире в Афганистане, который большинство рядовых американцев и на карте-то не найдут. Для избирателя Трампа, настроенного преимущественно изоляционистски, гораздо важнее получить от своего президента однозначный месседж в духе «Я вернул наших ребят домой». Именно достижению этой цели вывода американских войск или по крайней мере части из них из Афганистана и подчинены все внешнеполитические усилия Соединенных Штатов на данном направлении. А так как без некоего благообразного повода вроде начала межафганского диалога этого не достичь, пришлось Помпео провести прямые переговоры с Талибаном и даже вынудить афганское правительство пойти на уступки этой организации, которую сами США признали террористической еще в 2001 году. Что будет с Афганистаном после ухода американских войск и удержится ли стоящее на их штыках афганское правительство, Трампа в общем-то не волнует. А вот представители Талибана ранее неоднократно давали понять, что для них главное избавиться от американцев, а там уже и никакие межафганские переговоры не понадобятся. Так, недавно официальный представитель политического офиса движения Талибан Сухель Шахин заявил, что талибы не планируют в ближайшие месяцы начать новое вооруженное наступление на города в Афганистане, давая возможность воинскому контингенту США покинуть страну. Он выразил надежду на то, что американские войска отбудут в полном составе до ноября. Заметьте, о том, планирует ли Талибан наступать на контролируемые кабульским правительством районы после ухода американцев, Шахин тактично умолчал. Оно и понятно, ведь скорее всего после ухода иностранного контингента срок правления и существования нынешних официально признанных властей Афганистана будет исчисляться месяцами. На сегодняшний день талибы в той или иной мере уже контролируют более половины территории страны. Но не извольте волноваться. Если после вывода американских войск из Афганистана талибан установит в стране жесткий исламистский режим, американские СМИ не будут долго искать виноватого. По сути, они уже обвинили в этом Россию. Вот, например, что пишет журнал Foreign Policy, цитата, «Чтобы ускорить вывод американских войск из Афганистана и вновь обрести геополитический плацдарм в раздираемой войной стране, Россия якобы поставила легкие вооружения талибам и провела альтернативные мирные переговоры, которые подорвали суверенный авторитет президента Афганистана Ашрафа Гани. Симптоматично, что статья датирована 5 августа, когда Майкл Помпео уже провел не альтернативные, а вполне себе официальные переговоры с талибаном, имеющие конечной целью вывести как можно больше американских войск из Афганистана, обеспечив для Дональда Трампа положительный информационный повод перед осенними выборами. Странная штука получается. Переговоры с талибами о выводе войск ведут американцы, освобождение талибов и начало межавганского диалога как повода для вывода войск требуют американцы, а виновата все равно Россия. Удобная штука эти стереотипы времен Холодной войны. Как ни крути. А на этом наша передача подошла к концу. С вами была Международная Панорама на канале КРТ и я, ее ведущий Данил Богатырев. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok